Девушки отдыхают Здравствуйте, меня зовут Алексей, и я пришел сюда, чтобы найти свою музу, с которой мне будет интересно завоевать вселенную. И в этом мне помогут мой друг и партнер по бизнесу Андрей и моя одноклассница Екатерина. Алексей, 28 лет. Влюбился в девушку с первого взгляда. Красиво ухаживал, а через год расстался с ней. Потом снова решил вернуть свою первую любовь, но когда зашел разговор о женитьбе, он понял, что еще не готов. Алексей управляющий партнер компании по организации бизнес-конгрессов. Пишет диссертацию, ходит на тренинги личностного роста, поет в караоке и очень много времени посвящает работе. Мечтает встретить любимую женщину, которая будет дарить ему свое тепло. Алексею не нравятся меркантильные девушки. Женится на женственной и домашней хозяйке, которая готова смириться с тем, что в семье последнее слово остается за мужчиной. Здравствуйте. Здравствуйте. Риса. Спасибо. Вам. С вами. Спасибо. Каждой девушке он подарил разный букетик. Не всех под одну гребенку, а. Какой внимательный. Если не против, пиджак можно снять? Я не против. Когда жених так волнуется, как вы, это здорово. К вам сразу есть расположение, значит, все по-настоящему. Такой волнуется, переживает. Да, приятно. Ну да, от этого, мне кажется, стоит это оценить. Скажите о истории вкратце. Ну, мы познакомились, когда нам было примерно по 20 лет. Мы познакомились в интернете. И сначала все было романтично. Потом у нас был разрыв отношений. Мы не встречались практически год. Из-за чего? Из-за того, что, наверное, 21 год, ветер в голове. Хотелось многое попробовать в жизни. И, естественно, были определенные сложности. Ну, характер, сами понимаете. Да, попробовал. Не понравилось на стороне? Нельзя было сказать, что на стороне. Это было просто в разрыве отношений. Вот. Я просто пытался понять, а какой человек мне нужен на самом деле. В конечном итоге год, когда год разрыва показал, что, наверное, мне нужен именно этот человек. И я попытался ее вернуть, предпринимал всевозможные попытки, подарки, уговоры, свидания. В итоге наше отношение восстановилось. А расстались с ней первый раз красиво или не красиво? Не очень. Я думаю, не очень. Расставание было по телефону. Мне, наверное, эмоций не хватало. И я, наверное, не очень сказал. То есть вы не в лучшем свете, да, вы выглядели? Пожалуй, что да. И с ее стороны, наверное, это казалось многобидно. Она вас не пыталась возвращать? Нет, она очень гордая была девушкой. Конечно же, нет. Возвращать ее пытался я. Причем два раза. Если первый раз мне это удалось, и наши отношения после этого продлились два года, то второй раз, когда я ее возвращал... А почему? Вот если так все было прекрасно, и вы уже созрели, и вам было с чем сравнить, и оказалось, что девушка ваша выигрывает во многом, почему нужно было жить с ней два года, и при этом не сделать ей предложение. Я делал ей предложение, но, скорее всего, это был такой неосознанный еще выбор. Созрел он сейчас. Ты мой сочный персик. Честно говоря, сейчас уже с высоты, пусть небольших, но лет, я понимаю, что все-таки в тот период у нас были разные... Мы находились на разных таких ценностных этапах, когда девушке хотелось стабильности и семьи, а мне хотелось повлиять как-то на эту вселенную, ставить какой-то свой след, забить своего мамонта. И у меня глаза горели на другое. Мне хотелось спокойствия и какой-то тихой гавани. Она мешала вам? Я думаю, что нет, но я понимаю, что больше внимания требовала семья. Должна была быть какая-то там и финансовая платформа для этого. Ну хорошо, и второй раз расстались как? Из-за чего? Второй раз? А второй раз уже был, скорее всего... Через два года. Именно окончательно. Вы знаете, интернет нас свел, интернет же нас и развел. Однажды девушка просто прочитала мою переписку в интернете, в которой, в принципе, ничего особенного не было. Но вы же знаете, что девушка, когда, в принципе, видит внимание парня к другим девушкам, как она это болезненно может реагировать. Это отвратительно. Ну конечно, а как? Можно разбить? Это в лучшем случае. Компьютер, а вашу голову? Это в лучшем случае. Ну так, знаешь, опять будут повторяться. То побыл там годик, ушел на годик, на годик опять пришел. Наверное, нужно. Я предпринимал самые безумные попытки ее вернуть. Вешал плакаты на дома, писал, что я хочу ее действительно вернуть, она мне нужна. Что имеем? Не храним, потерявши плачем. Согласен. Вот это как раз был про мой случай. Но, вы знаете, даже второй раз мне практически удалось ее вернуть. И мы начали уже строить какие-то новые отношения. Попытались войти в одну и ту же реку даже не дважды, а трижды. И, в принципе, могло все получиться. Но, скорее всего, мы просто уже устали от этих отношений. Уже было непонятно. Ей-то точно хотелось стабильности. И семьи, детей, спокойствия. Все, что нужно для женского счастья. А мне хотелось оставить какой-то след самому для себя. А поставить галочку, что я что-то серьезное в жизни сделал. Вы же понимаете, что неспроста вы так метались к этой женщине в таком юном возрасте, что вам никто не мог перебить вот это чувство. Мне кажется, ему больше нравился вот этот экстрим, что он ее добивался, что она его бросала, а потом он ей какие-то плакаты весил, цветы дарил. Ему сам этот процент, эмоции, да, нужны. Прыгнул бы с парашюта. Вот, прыгни с ним с парашюта. Просто есть люди, которые действительно серьезно трогают человека и действительно по-настоящему ему подходят. Но только не всегда мы можем оценить человека, который рядом. И вот потом, когда жизнь дает еще один шанс, она, в общем, достаточно щедрая, эта самая жизнь, человек должен умудриться и второй раз оценить. Но так бывает очень редко. Вообще люди редко входят дважды в одну воду. Не возвращайся к былым возлюбленным. Я то же самое, я даже не представляю. Это столько воды утекает. Это какой-то, мне кажется, определенный такой психотип. А какое разочарование. Я тут через 10 лет встретилась с мужчиной своей мечтой. Господи, что любил-то? Ну, на самом деле, есть люди, это в основном люди, у которых управитель 7-го дома ретрограден или Венера ретрограден. Вот они могут возвратиться. Не будет ли опять у Алексея какой-то порыв? Вот он встретит сегодня на нашей программе девушку, заморочит ей голову, поймет, что она не его, и не вернется он к своей бывшей? Не будет так за головой достойно? Вопрос прекрасный, меня тоже эти сомнения терзали, но гороскоп нам показывает, что нет. Не остались ли у него какие-то чувства? Да, 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 обязательно, конечно. А то вдруг он, опять у него что-то вспыхнет в голове. Алексей, вы управляющий партнер компании по организации бизнес-конгрессов. Ну, переведите на мой французский все-таки, чем вы занимаетесь? Ну, если по-простому. Главное, доходы какие-то. Переводя на русский, можно сказать, что мы вот с моим партнером делаем большие конференции, собираем сильных мира сего. А денег это как приносит? Ну, можно сказать, что мы немножко миллионерами стали в какой-то период. Ух ты! Ну, небольшими пока еще есть, на чем работать. А рублевые или какие? Пока рублевыми. Да это неплохо, Роза. Но есть куда расти. Деньги – это хорошо. Я хочу очень большой дом, хочу, чтобы все было красиво, идеально, чтобы у меня была большая летняя веранда, терраса, большой огород. Мне нравится пожелание к ней, будущей жене, хозяйственное. Вот это, знаете, очень важно. Ведь как в старину? Да это не в старину. Любой нормальный муж мечтает о жене-рукодельнице. А в старину, знаете, я специально называлась делава, искусница и мастерица. Девочки, я вас сейчас проверю всех. В течение программы у каждого у вас на столе лежит носок с дырочкой, иголочка с ниточкой. Вот давайте, девочки, зашейте вы своими золотыми ручками. И когда вы придете сюда свататься на сговор на наш, покажете, какие вы у нас рукодельницы. Поэтому начинайте, милые мои. А мы посмотрим, рукодельница она или бездельница. Вот. Вот так. Можно засунуть туда. Ого. Одно качество. С ручными средствами. Так. Так, отлично. Так, дырку мы нашли. Ну, кроме хозяйственной, какими добродетелями она еще должна обладать? Девушка, прежде всего, должна быть любая женственная, да, достойная. Прежде всего, перед самой собой целомудренная. Так, Леш, только сейчас вот это про... Послушайте, вы что подыгрываете сейчас, Розе или нам, бабушку? Я не подыгрываю, я исключительно в своем мнении. Леш, только молодец, 28 лет, такой целомудрости вы говорите. Давайте так, не надо нам пытаться понравиться, просто говорите на самом деле, чего вы хотите, от самого сердца. Не будем здесь хороводить. Совершенно не пытаясь вам понравиться, говорю, 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 как есть. Мне нужна самодостаточная девушка, которая... Нет, по поводу целомудрости, это в медицинском плане или в духовном? Ну, вы слишком глубоко меня понимаете, я хочу просто сказать, что... Это я понимаю, я не понимаю. Девушка, которая с достоинством распоряжается, да, с такими интимными вещами в своей жизни. А с достоинством это как? Ну, не дают кому-то, да. А это по большим своим чувствам, но примерно, правильно сказать. Короче говоря, скажем так, мягко, у нее нет богатой личной истории. Да, послужного списка длинного. Хорошо, потому что вы ревнивец, конечно же, вы собственник. Любой мужчина собственник. Скажите мне, пожалуйста, если женщина очень сильно перед вами провинится, просто очень, ну, сделает что-то такое чудовищное, два варианта, вы ее накажете и как? И второй соберете вещи и уйдете? Или ее выставите за порог? Ну, несмотря на то, что это касается, если это измена, это один момент. Вот просто ужасное что-то она совершает. Вы придете, она с вашим другом кувыркается в вашей собственной постели, надев ваши все свадебные подарки ему на голову. О, о чем здесь тогда можно будет говорить? Значит, я потеряю друга и ее. Хорошо, ваши действия. Будете бездействовать, уйдете где-то там, перекурите это дело, или что? И сразу убивать их. Я просто пойму, что двух людей для меня в этой жизни больше не существует. Все окей, уйду. А, вот здесь. А что я должен еще буду сделать? Кому-то что-то доказывать? Все по-разному. Да нет. И как бы, или наоборот. Но он для 28-ми молодец, он уже взрослее размышляет. Да, но он, видимо, просто рано начал свою жизнь. А вот смотрите, вы привередливы в еде. Это что такое? Ну, на самом деле, не сильно привередливы, но люблю, когда вкусно приготовлено. А что конкретно вкусно? Может, какую вы предпочитаете кухню? Слушайте, на самом деле, все, что сделано с душой, как правило, получается вкусно. Да, все, что сделано не кривыми руками, а можно и без души, понимаете? У кого есть навыки, и кто в этом разбирается? Про душу? Ну, я сам просто отлично готовлю, я считаю... Ну, хорошо, Алексей, за кем пришли? За музой. Нужен источник вдохновления. Женщина, за которой можно пойти вперед. Вот смотрите, она придет такая прекрасная, волоокая, вот она вас год вдохновляет, второй исключительно вдохновляет вас. И? И все? Да, я считаю, больше-то ничего не надо, остальное мужчина сможет сделать сам. Вы правда в этом уверены? Вы так считаете? Да. Хорошо, будем так выискать. Роза, Вася. Я вот буду его раздел по требованию хозяйственную. Вот именно такую. Остальное сам нарисуй. Ну, что ты будешь носок шить? Я думаю, что я вынесу ему его и скажу, что если у него такая важная профессия, то на рваных и зашитых носках не солидно будет как-то ходить. Вы человек свободный, современный, вам женщина нужна тоже, свободная и современная. У вас Венера, управитель личной жизни в квадрате к Сатурну. Это значит, что все, что касается выбора, чувства прекрасного, у вас конфликтует с условностями, с какой-то особенно жесткой структурой, формой, порядком. И поэтому женщина, которая начнет общение с вами со слова «должен» или «обязан», я думаю, что не может рассчитывать на долгое продолжение. И, в общем, вот активное принуждение мужчины к чему-то, а это бывает распространено, и некоторые женщины ровно так общение строят. С вами не продлится долго. Вот ищите ту, которая не будет обременять и обязывать вас, но одновременно и вы тоже. Давайте возможность ей быть свободной, потому что нет никого более жесткого и деспотичного, чем свободолюбция. Вот мужчина допускает свободу для себя, но большим трудом допускает ее для своей женщины. Будьте также толерантны и современны. Спасибо. Мне кажется, что вы душу вынете из женщины, если она вам будет нужна, но вы для нее будете неинтересны. Вот даже на примере этой первой истории вашей. Мне кажется, вот вам легче уже сказать, да, хорошо, ну потому что вы три раза предавали девушку, вы у нее отняли уйму времени, и так ничего не сделали. Просто вам было в тех отношениях удобно. Нет, это не было предательства. Нет, дорогой, вы себе позволили поэкспериментировать. Вы себе позволили ее оставить, чтобы посмотреть на других прекрасных женщин, которые вокруг, попробовать. Возвращались к ней. А нам тут заявляете, что девушка должна быть целомудренная, без прошлого. Я понимаю, что и в браке вам будет позволено гораздо больше, чем в вашей жене. Оттуда, мне кажется, это вот такая ваша жесткость, и мне кажется, это несправедливо по отношению к женщине. Если вам что-то будет нужно, мне кажется, вы вынесете мозг. Это вообще не твоё. Это по моей части. Если тебе будут вносить мозг, мне кажется, ты убежишь. После рекламы невеста попытается проявить свои искусства. Большие неоценительности с нами. Вы смотрите «Давай поженимся» у нас в гостях Алексей. Встречайте первую невесту. Удачи. Привет. Это тебе. Спасибо большое. Знаешь, я думаю, что ты ищешь всё-таки музу, а не домохозяйку. Поэтому держи этот носочек. Это мне. Я зашивать не буду. Передадите Розе. Поэтому спасибо. Спасибо большое. Верно, пообщаемся. О, какая. Это, мне кажется, она зря. Он же чётко сказал. И цветы ему вернула. Я ушла. Он просто сказал, что ему нужна девушка домашняя. А чего этого зашивать-то не сдали? Что, ручки не оттуда растут? Нет, ручки оттуда растут. Просто я думаю, что с такой профессией не солидно будет ходить в зашитых носках. Я думаю, если деньги позволяют, то можно новую купить проще. Давайте на вас посмотрим, чтобы узнать о вас получше. Вера, 19 лет. Хостес в столичном клубе. Имеет музыкальное образование, занимается конным спортом, танцами и любит отдыхать на природе. Считает себя очень добрая и допускает, что супруги могут друг другу изменять. Мечтает о самой реализации. Возлюбленный Веры постоянно ей изменял. Она долго терпела и прощала, но когда он ушел в стриптизерши, она не смогла его принять обратно. Надеется, что с Алексеем можно обо всем договориться. Какая молодая, а рассуждается, как 60-летняя женщина, которая уже терять нечем прожила, 40 лет, и думает, ну, что уж, пусть на старости лет развлечется. Уже и внуки, и правнуки. Почему? Откуда вдруг такие мысли у молодой 18-летней девушки? Ну, маленькая поправочка, мне 19. Ну, так. Во-вторых, я просто думаю, что поскольку все мужчины, в принципе, любят погулять, и я не считаю, что надо держать за хвост. Как бы, чем больше даешь воли, тем он не хочет туда податься. У меня такая логика. Ну, смотрите, у вас же и был такой мужчина, которому давали волю, вот он и подавался. Нет, я как раз ему не давала ни воли, я его очень сильно держала, я сразу себя так дала увидеть себя, то, что я никуда от него никогда не уйду, то, что я все прощу, и он позволял себе много. У нее такой взгляд высокомерный, вы не заметили? Да, какая-то высокомерная будет учиться чистить картошку. Вы не москвичка? Нет. Откуда вы приехали? Из Новосибирска. Давно? Ну, где-то полгода назад. Ну, как бы, была такая история, что поступать, что приехала, я поступила, проучилась где-то месяц, и не смогла, как бы, вот пережить такого расставания, и уехала обратно из Новосибирска. Бросили учебу, да? Да. А сейчас возвратились? Сейчас, да, буду подавать документы обратно. Ей сейчас 19, выглядит, ну, как бы, я прямо вот скажу, выглядит она взрослой, хорошей женщиной. А когда ей будет 25-30, это будет хорошая, добрая бабушка? Тетенька. А чем вы сейчас в Москве занимаетесь, Вера? Я работаю администратором в ночном клубе. А что такое хостес? Ну, это приглашает гостей. Ну, это хостес-администратор, который угодно сходить на тоже. Скажите, пожалуйста, Вера, ну, вы ему в отместку тоже изменили? Ну, да. Легче стало? Да. На самом деле. И вы после этого сделали вывод, для того, чтобы быть счастливой в отношениях, нужно не париться, не обращать внимания на его измены с собой позволять? Нет, почему? Это немножко не из той сферы. Как бы, я считаю, что отношения должны строиться на доверии. Как бы, заведомо мы обсуждаем вместе с мужчиной, какие мы бы отношения хотели иметь. Она хочет как-то выделиться, как-то показать, что она... А это может его и зацепить, кстати, что она не будет прогибаться под него. Вообще, я приехала именно на это шоу, чтобы, допустим, посмотреть на Алексея, и, может быть, у нас с ним получились бы отношения по договоренности. То есть, ну, я смотрю на него, и у меня не складывается впечатление именно от человека, на которого можно положиться и которому можно доверять полностью. То есть, мне кажется... Ну, квартиру мы вам через пять лет, о которой вы мечтаете в Москве, не купим. А, ну, да, квартиру. Вот даже для Анастасии украшить не захотели. Ребят, вас, я смотрю, распирает заходить общаться, пожалуйста. Я единственный человек, которому я могу доверить все, что угодно. Он ни разу в моей жизни, когда мы с ним общались, не нарушил обещания. И всегда выполнял, даже если это было в минус ему. Это прекрасно. Но вы мужчины. Мужская дружба – это одно дело, а отношения – это... А что такое отношения по договоренности? Расскажите, пожалуйста. Договориться о том, что если произошла изменно, что просто поставить в известность, потому что я не хотела, чтобы человек врал. Вам зачем? И вы поставите его в известность, да? А как это... Ну, изначально, когда пара вместе, они... Это априори. Априори, да, что они не будут друг друга изменять. А тут таки сели. Давай-ка мы договоримся. Вот в этом месяце мы не будем с тобой друг другу изменять. В следующем мы с тобой посмотрим. Ну, я сразу могу сказать, что отношения из серии «давай-ка мы договоримся» все будем друг другу изменять неприемлемо. Это все равно, что думать о том, что мы будем совершать кругосветное плавание и заранее договоримся, в какой точке мы утонем. Ну, слава богу, хотя бы что он так сказал, молодец. Я уверен, что внутри, мне кажется, он в шоке. Ну, я просто считаю, что как бы в жизни, если человек хочет быть счастливым, он должен делать, да, пребывать в трех состояниях. Первое, самому любить, быть любимым и заниматься любимым делом. Вот, а относиться как бы к мужу, к потенциальному, да, жениху, как к выбору холодильника, это неприемлемо. Не, дорогой, это не может посчитаться. У меня вопрос, у меня вопрос к Вере. Вот, скажи, как ты считаешь, а что нужно сделать девушке для того, чтобы мужчина не изменял, чтобы он был рядом? Во-первых, изначально, слушая твою историю, как ты обращался с девушкой, со своей, я бы сделала вывод, что это тоже было потребительское отношение, как к холодильнику ты выразился, вот. А ответьте на твой вопрос, что надо сделать для того, чтобы... А ведь Вера права. Нет, абсолютно с ней не согласна. Конечно, да, от вас можно сделать предложение. Я взял по-честному, и себя, прежде всего, я не обманывал. Вера хочет по-честному. Нет, нет, зачем себя обманывать? Она просто ставит на секрест перед ним. Может быть, это у нее приводит мысль возникла от того, что ее кто-то очень сильно обидел этой изменой, и она как-то хочет защититься таким вот взглядом на жизнь. Вот я смотрю, мне кажется, она хочет отставить свою как-то позицию прям, вот она что-то доказывает. Как вы отдыхаете? Наверное, ешь за границу, либо на море. А кто оплачивает, я не пойму. Хостес, это же там носущие копейки просто-напросто. Я получаю вполне нормально, на себя одну мне хватает. Но вы же снимаете еще, да, что-то здесь? Да, я снимаю квартиру, но я снимаю с друзьями и плачу копейки, потому что, ну как бы... Если бы у вас сегодня была возможность выйти замуж за очень обеспеченного человека, влиятельного и очень обеспеченного. Нет, точно нет, потому что финансы... Вы не дослушали. Хорошо, простите. Либо за классного парня, студента из общаги. Непонятно, с какими перспективами. Мне кажется, что если бы у меня были чувства ко второму варианту, то я бы, бесспорно, выбыла второй вариант. А я выбираю сюрприз, который вы нам сейчас покажете. Пожалуйста. Поскольку ты любишь сладкую жизнь, я себе специально в подарок приготовила эти кексы. Я тебя прошу их попробовать и оценить. Спасибо. Спасибо, очень вкусно. Если сама, конечно, готовила. Увы, нет. Я извиняюсь. Спасибо. Спасибо большое. Верочка, проходите в свою комнату со своим другом. Девушка, на мой взгляд, ну, при всей ее красоте и великолепных качествах, не совсем готова к тому, что в жизни бывает вверх-вниз. И что, как бы, сейчас все хорошо, а потом может быть все плохо. А что хорошего у нее, снимать комнату вместе с друзьями? Я про ее подход к мужчинам. Снимать комнату вместе с друзьями, она справится. У нее все в жизни будет хорошо, неважно, с Алексеем или нет. Да с чего вы взяли? Она хваткая. Она, ну, вы поймите, то есть, ну, приехать в Москву, спустя полгода она здесь. Она уже работает и уже способность обеспечить. Работает хостес? Ну, пока 19 лет ей. Простите, для 19 лет, ну, не работает от ступок. Да девочки, которые приезжают в Москву на трех работах, должны, они не только носки должны зашивать и штопать. Ну, я думаю, то, что носки штопать, это не первое дело, то, что должна вообще уметь девушка делать. Мне кажется, просто она слишком рано разочаровалась в отношениях, в мужчинах, и в 19 лет иметь такой сухой, трезвый подход, давайте договоримся, все оформить документально. Роза? Ой, такая принцесса-бездельница. Вот не хочется ее обсуждать. Лариса, ты у нас тут умнее, а я все-таки это, я по хозяйству. По хозяйству нуль. Василиса? Несмотря на то, что она здесь показалась человеком совершенно неэнергичным и находящимся в таком коконе своеобразном, она в жизни способна быть совершенно другой. Я бы ее не критиковала. Мне кажется, что просто ей нужно найти нормального, хорошего парня с четкими, конкретными требованиями к нему, чтобы он соответствовал. А я бы критиковала, у нее абсолютно пустое, наглое лицо. Давай сейчас будем придумывать то, чего нет. Ты там где, в звездах, в звезды тебе бы сказать? Я всегда говорю исключительно по натальной карте человека. Я ваше вот это не буду, а вот это, а вообще вот это. Послушай. Ларис, она просто нетребовательна к мужчинам, ее Марс в рыбах про это кричит. Так а что-то значит, ей нужно сделать, как-то встряхнуть, чтобы она была к мужчинам требовательна, чтобы... Чтобы она была требовательна к себе, чтобы она начала уважать себя. ...конкретные желания должны выдвигаться со стороны женщины в адрес мужчин. А когда она говорит, тебе все позволено, ну тогда и мне все позволено, точно та же история происходила с ее первым молодым человеком. Я с вами согласен. Они всегда осознают свои пожелания в адрес мужчины, когда осознают, они не всегда правы. Нет. Она просто хочет любого мужчину, но так хочет, что готова на все. Нет, на самом деле, ну как бы... Больна, что ли? Тогда мужчина чувствует, что женщина себя сама уважает. Давай пожените в вашем мобильном, набирайте 0736. Роза и Василиса дадут вам совет в любое время. А через несколько минут вы станете свидетелем нового знакомства. Оставайтесь с нами. В эфире «Давай поженимся» у нас в гостях Алексей. Встречайте вторую невесту. Удачи! Привет. Привет. Это тебе. А, это тебе. Я не считаю, что это постыдно зашивать носки. Более того, чтобы ты его не потерял. Твои инициалы. Спасибо. Спасибо. Проходите. Наверное, сидела, зашивала после первой. Молодец, девочка. Инициала вышила. Ух ты, глянь-ка. Она даже вышивку сделала. Смотри, какая умница. Я оценил уровень блеска. Яна только по-честному стала зашивать и вышивать после того, как увидела, как мы Верочку раскритиковали. Нет, это до этого еще произошло. Даже буквы она этого сделала. Давайте с нас посмотрим. АПЛОДИСМЕНТЫ Яна, 28 лет. Стилист-парикмахер в студии красоты. Все свободное время проводит с сыном. Гуляет с ним в парке, ходит в детский театр и смотрит мультфильмы. Мечтает родить еще одного ребенка в счастливой семье. У Яны был очень красивый роман, который стремительно развивался до тех пор, пока она не забеременела. Устав от постоянных упреков и унижений со стороны любимого, она собрала вещи, взяла ребенка и ушла. Надеется, что Алексей достойный мужчина. АПЛОДИСМЕНТЫ Для вас. Для вас. Спасибо. Просто лето во всей его прохе. Да, мы не могли бы с ним ходить. Такая прелесть нереальная. Спасибо большое. Ой, ой, ой. Ромашки. Яночка, неужели беременность так повлияла на вашего мужчину, что он вас бросил? Нет. А до беременности-то, осмелюсь спросить, у вас все было хорошо? Все было хорошо, да. Но, к сожалению, может быть, человек просто не был готов. Ну как же не был готов? У него было двое детей от предыдущего брака. Он вас познакомил с этими детьми. Вы выступали в роли доброй мачехи. Мы хорошо общались, да. Этого ребенка общего он у вас попросил или это была просто такая случайность? Нет, это был запланированный ребенок. Мы вместе планировали, вместе хотели ребенка, но когда я... А как бы ему сказать, что хорошо было бы пожениться, в общем-то? Ну, на что он мне сказал, что там в паспорте ничего не значит. Для него? Да. А вы сказали, ну для тебя не значит, дорогой. А мне сделай приятно, потому что для меня значит. Я же первый раз замуж выхожу, я же молодая еще. Ну, к сожалению, так не произошло. А может быть, и к счастью. И вот вы родили ребенка. Мы родили ребенка, да. Я воспитывала его, я. Часто я не видела его. Ну, он работает, он занятой человек. Как вы позволили ему ударить себя, будучи беременной? Ну, это не был удар, это просто была какая-то ругань, может быть, это быт. Из-за чего? Вот так. К сожалению, сейчас уже не помню, стираю всегда из памяти плохие какие-то моменты. По-любому там налево сходил. Сколько было ребенку, когда он ушел от вас или вас выгнал? Я уехала, когда было ребенку год и три месяца. Вот из-за того, что он поднял на вас руку? Нет. А из-за чего? Мы ездили отдыхать, и там как-то вот до конца уже окончательно разругались, поругались и решили. Но всегда бывает какая-то причина, Яна. Это было просто последнее. Нет. Он пил? Нет. Почему они у нее из Яны не ищут? Почему сразу мужик виноват? А где сейчас ребенок, с кем? Сейчас он с бабушкой и с дедушкой гостит. Где? У них на лето. Где? Там, где я жила, город Березники, Пермский край. А отец помогает? Да. То есть платит алименты? Да. А видятся они с ним? Да, видятся. Вас не смущает женщина с ребенком? Ну, где-то, если честно, не настораживает. Если себя не обманывать, то, наверное, да. Конечно, себя. Зачем же себя обманывать? Настораживает. Конечно, хотелось бы детей совместных вместе, да? Но, то есть, понимаете, такой тонкий момент. Какие бы принципы ни были, когда ты увидишь человека, влюбишься, то ты принимаешь и его, и его ценности, и ребенка. Это на самом деле. А вы можете влюбиться? Что-то вот бедных не может быть. Яна, вот смотрите, вы согласились родить ребенка, не будучи в браке. Вы говорите, что он хороший парень. Нет, да нет, ну что бы он этого не делал, он не пил, ну боже, избавь. И руку на меня не поднимал. И, в общем-то, все было хорошо. Тогда логики. Я не прослеживаю, я не чувствую, я не знаю причины, почему все-таки вы расстались. Не было уважения. Это для меня, наверное, было основной из фактов, да? Когда он мне говорил, что это не так приготовлено, это не так сделано, да, и езжай домой к маме. Это было часто, было постоянно, наверное, так скажем. Поэтому вот... Ну, на самом деле, мне кажется, что вот именно такие девушки созданы для семьи. Вот она такая тихая, спокойная. Они хотят заботиться. Да, что я как котеночек. Вы в Москве хотите остаться или на родину уедете? Нет, я хочу жить здесь. То есть я специально сюда приехала год назад. И снимаете квартиру? Я снимаю квартиру, да. А ребеночек с вами? Со мной. Очень хорошо. Сколько ребенку? Конечно. Ребенку 4 года. В сад ходит? Он ходит в сад, да. Молодец. Покажите сюрприз. Это два браслета, которые я попыталась сама сплести, но мне помогали добрые люди. Это для того, чтобы тебе куда-то сходить на вечер под пиджак. Держи. А драгоценности? Нет, это камни. Спасибо. А это спортивный. То есть сейчас это очень актуально и модно. Спасибо, Яна. Яна при внешней мягкости, мне кажется, очень жесткий человек. И смею предположить, что на самом деле она с мужем рассталась просто потому, что он ей надоел. И захотелось чего-то большего. То муж надоел. Муж, да. Ну я так смею предположить. Да, ну мужчина, с которым она жила. Просто надоел по факту, но хотел найти что-то там лучше, приемлеме для себя. Муж надоел. Какая прелесть. Ребенка наружу дела, что ты мне надоел кинул. Она хочет выжить. И она все для этого делает. И вот показательно вот эти носки, это не мой тест. Я даже завидую Розе, что она такое придумала. Потому что это правда о многом говорит. Понимаете? Вот у нее позиция. Она приехала в Москву. Наверное, там не так сытно, откуда она уехала. Наверное, не было так много возможностей у того мужчины. То, что она что-то утаивает, это же очевидно. Конечно. То, что он что-то ей не додавал, это же тоже очевидно. Ну вот родила для себя ребенка. Ей 28 лет. А в провинции 24, это уже много. Она подумала, что мне 24 года, я хотя бы рожу ребенка от этого мужчины. В ней есть то, чего нет во многих женщинах сейчас, к сожалению. В ней есть, во-первых, перфекционизм. Она ко всему подходит так, чтобы сделать на максимум. А во-вторых... Например? Да те же носки, неважно. Во-вторых, она бескомпромиссна. Если ее что-то не устраивает, она ищет вариант, который ее бы устраивал максимально. Тем более ребенку здесь лучше. Он это раз... Конечно, но у него есть перспективы и развиваться. И школы, и садики, и институт. Ну, я считаю, что на самом деле девушка интересная, но при этом сложная. И у нее не такой простой характер, который может быть на самом деле. Пока для меня это темная лошадка. Тяжело молодой девчонке из глуши, без поддержки родителей, выжить не только в Москве, но и в каком-то районном центре. Я так думаю, с Яной и получилось. Я допускаю, что этот мужчина ее унижал. Я допускаю, что ее мужчина все время чем-то попрекал. Ей просто... У Яны не было альтернативы. Ей уйти было некуда. Поэтому и терпела, как многие девчонки терпят. Вот и все. Потом родила, опять же говорю, для себя. А когда-то ведь терпение лопается, даже очень терпеливого человека. Поэтому сегодня приехала в Москву за новой жизнью, за тем, чтобы повысить качество, наверное, уровень жизни жизни. Но все не получится. С ее амбицией. Понравился? Понравился. Приятный молодой человек. Вот как любить роскошь для многих девчонок? Потому что приходится за колечки, за квадратный метр и так далее. Не отлучши жизни. Так и привлечь внимание интересного мужчины тоже для многих роскошь. Вот для Яночки, мне кажется, вот она бы и с радостью была. Потому что действительно вы такой красивый, успешный, интересный, образованный. Он даже к этому подошла, правильно, но проста она для вас. Ничего, Яночка, притрешься. А я и в Алексею ничего такого сложного не вижу. Ты из провинции, может, лоска такого московского нет, говорит, может быть, не так и так далее. Ничего, это все нарабатывается. Я простая для него. Да, ради Бога? Ну, хорошо, как скажете. Вот вы говорите, что Яна человек с непростым характером, а не бывает козерогов с простым характером. И я думаю, что вы это по себе знаете. Она человек действительно со стержнем, но при этом очень чувствительный и готовый делать мужчине шаги навстречу. Она во многом уступала, она много терпела. Единственное, что она себе позволила, это родить ребенка, когда этот ребенок особенно не ожидался, скажем так. Она позволила это себе, потому что у нее действительно очень силен материнский инстинкт. И она будет хотеть детей, она прекрасная мать, и такой всю жизнь свою останется. Я считаю, что способна мужчину осчастливить, потому что она именно понимает, что сделать для того, чтобы любимый человек был доволен. Но когда это теряет смысл, когда тебя, очевидно, не любят так, как любишь ты, вот что происходило в ее ситуации, она встала и вышла, и молодец. Впереди у нас третья невеста, и, возможно, выбор своей судьбы не пропустить. Если вы хотите выйти замуж с помощью свекрови и сыграть свадьбу, принимайте участие в новом проекте Первого канала, заполняйте анкету на сайте 1tv.ru и становитесь участником захватывающего реалити-шоу. Если ваш сын одинок, и вы считаете, что можете ему помочь с выбором будущей жены, принимайте участие в кастинге нового реалити-шоу и заполняйте анкету на сайте 1tv.ru. АПЛОДИСМЕНТЫ Вы смотрите Лера Поженицу, я предлагаю Алексею встретиться. Смотрите, невеста, проходите. АПЛОДИСМЕНТЫ Привет, меня зовут Лера, у меня грудь четвертого размера. Со мной ты точно сэкономишь на носочках. АПЛОДИСМЕНТЫ Яночка, не надо. У меня такого лоска не будет. Не надо тебе такого лоска и такого блеска. Ну, давайте на нас посмотрим. АПЛОДИСМЕНТЫ Валерия, 22 года. По образованию дизайнер. Участвует в телевизионных проектах в качестве модели. Любит готовить блюда итальянской кухни, рисует карандашом, путешествует и много времени посвящает тусовкам в ночных клубах. Мечтает стать известной телеведущей. В 14 лет Валерия влюбилась в брата своей подруги, который постоянно ее ревновал и не давал спокойно жить. По этой причине ей даже пришлось сменить место жительства. Надеется, что Алексею можно доверять. А у меня сейчас вопрос. А как вы собираетесь экономить на носках-то? Что будет-то? Ну, зашила я же носочек. А, понятно. Она такая ветреная вообще. Она даже не серьезная. Это как нужно было вас ревновать, чтобы вас с насиженного места-то сдвинуть? Ну, мне пришлось на время ненадолго переехать к своей крестной. Вот очень сильно любил меня человек просто. Вам было 14 лет? Нет. Ну, когда мы с ним познакомились... А ему сколько? Он был на 5 лет мне старше. Ему было 19 лет. Ревность сразу же стала проявляться? Ну, нет. Первое время не было ревности, потому что я еще была такая маленькая девочка. На меня особо никто не обращал внимания. Когда он уже увидел, что я превращаюсь в девушку, вот, что на меня мужчины обращают внимание, он начал очень сильно ревновать. Он работал диджеем? Он был, ну, такая творческая личность, диджей, танцор. Вы ходили к нему в клуб, да? Да, я любила очень ходить, и вот мне эта вся жизнь клубная очень понравилась. Ко мне мог подойти мужчина, познакомиться, или просто обратил на меня внимание. И поэтому он очень сильно ревновал и высказывал. А у вас ревнилки вот эти выросли в каком возрасте? Если они свои, конечно, если это не импланты. Нет, ревнилки свои, ну, выросли, ну, лет 18. Тем более, там, если думать уже о замужестве, ей еще рано слишком. А он не боялся сесть зарастления малолетней? Нет, ну, мы с 14 лет не сразу же стали с ним встречаться. То есть сначала были какие-то подмигивания, там, прогулочки такие невинные. А уже потом, вот, в 16-17 лет мы уже всем объявили, что мы парни. Скажите, а чем достал, когда вы переехали, вынуждены были переехать в тете? Чем достал? Ну, караулил меня, я не могла встретиться с подружками. То есть было постоянно. Ну, последний момент, когда у меня действительно была истерика, когда я пришла домой, у меня под окнами было написано, что, Лера, я не могу без тебя. То есть я поняла, что у человека настолько в голове вот это все сидит, что никуда, никуда просто. Сегодня он не будет вас преследовать, если увидит по телевизору, у вас начнутся отношения? Нет, конечно, нет. То есть вы уже прямо окончательно расстались? Да, да, все хорошо. Скажите, Лерочка, вы по образованию дизайна, а что заканчивали? А, институт в городе Пермь я заканчивала, но на последнем курсе уже я поняла, что дизайн это не мое, что я никогда не буду по этому работать. То есть у вас нет диплома об окончании? Нет, у меня нет. А на что живете? А, ну, сейчас, в данный момент, ну, у меня есть недвижимость в Перми, вот. Ой, как хорошо, недвижимость. То есть главное сказать слово «недвижимость». Да. А вас не изнурили вот эти отношения тягучие пятилетние, нет? Нет, конечно. Не хочется отдохнуть. А вы тусовщица? Я тусовщица, я отдохнула. А где тусуетесь? В ночных клубах. Как часто? Ну, сейчас практически летом, каждые выходные. А не надоедает тусоваться? Ну, иногда надоедает, можно сделать перерыв. А зачем в клубы по расписанию? Вот, я хожу в клубы, когда, ну, душа поет, хочется. Клубы, караоке. У меня она часто поет. А это для галочки, знаешь, выходные. Нет, ну, нет, ну, у них даже видно, что это их образ жизни. Да. Что у них это приемлемо, это нормально. Я думаю, вам стоит уже показать сюрприз, мы будем рады его увидеть. Я хочу исполнить песню, мою любимую. Спасибо большое, Валерия. С девочками проходите в свою комнату. Лера, не так волновалась. Ну, не этим, девушка должна цеплять, там, не размером груди. Ну, конечно, у вас же такого нет размера. Ну, делайте. Вы можете зацепить. Интеллектом. Ну, это же не повод, там, приходите сразу, вот у меня есть грудь, вот я такая не знаю. Ну, это же бред, это же говорит о том, что девочке еще пора доучиться, да, как площадь образования, на тебе хорошая себе работа, устроиться, работать. Они вот оттрусоваться. Вот у Екатерины действительно свой бизнес, она может об этом хотя бы говорить. Она работает, она вот для любви создана. Для любви как вон! Она не отдыхала, Андрей, да? Словно быть интересной, если ты не работаешь. Ну, либо найти спонсор, которому за 50, я так думаю, потому что вот эти белые волосы, этот солярский загар, можно сказать, на любителя. О, а сама, типа, спонсора, которому за 50. Я, на самом деле, всегда вызываю, я всегда вызываю такую реакцию у девушек. Я уже привыкла, ничего страшного. Мне кажется, что девушка не должна делать ставку на свою внешность. Это такой неотъемлемый. Что же ей делать ставку, бедной девочке, приехавшей из провинции? Нужно развиваться, нужно делать так, чтобы быть интересной. Да не нужны вам девушки в основном, те, которые развиваются, сидят в библиотеках и совершенствуются, получают по 5 образований. Не нужны в любом случае у каждого мужчины, если повезет, если есть деньги, найдется такая, как Валерия. Почти у каждого. Поэтому вы тоже у себя-то хорошая девчонка, мне кажется. В меру открытая дурочка, но не всем же блистать интеллектом. Что они судят? То, что я блондинка, и сразу вот они хотят... Не оценили они эту шутку про грудь четвертый раз. А может быть, ей нравится вот такой имидж, понимаешь? Может быть, ей легче быть вот такой вот немножечко... Я вот такая вот, я немножечко такая глупенькая, я немножечко такая простая. Тусовщица. Тусовщица. Это не про меня. О, черт. Все, как жить дальше? Ну, девочке уж надо учиться, что же говорить. Надо все-таки заняться собой. А вы ее не видите рядом с Алексеем? Я, например, вижу. Я не. Нет. Вопрос на... Я вижу. А звезды, Вась? Девушки знака рака очень часто делают ставку на свою как бы невинность, как бы женственность, как бы мягкость. Но мне кажется, что вместе с вот этими ужимками по выпячиванию губ и, ну, такому псевдовеселью, которое я здесь увидела, эта невинность рачи, она теряет свое обаяние. Она слишком испорчена уже и той культурой, которая вокруг нее. И ее сложно уже назвать абсолютно чистой девочкой. Хотя задатки, безусловно, в ней есть. Но единственное, что, может быть, веселый нрав ее спасет действительно. Вот, может быть, то, что мы увидели, это такая приготовленная маска, но в личной жизни она может оказаться человеком действительно неизлобивым, ну, и довольно приятным. О, ну все. Сейчас у меня... Ну, она перегорит, Лера, и будет заниматься детьми и домом, почему бы и нет. Нужно выбрать только одно для вашего друга. Кто? Я уверен, что Алексею будет, ну, по крайней мере, интересно. Ему будет по-настоящему, наверное, только с Яной. Екатерина. Мне больше всего понравилась Яна. Самая приличная интеллигентная девушка из всех сегодняшних. Если придется, то мы выйдешь всем. Подумаю. Кстати, рекомендую Валерию, судя по правильности, ну, даже вот стежок, который она сделала очень аккуратно при таких ногтях, Яна проигрывает. Носки штопать надо не так, а в круговую. Сейчас покажу. Сначала дырочку по кругу, потом стягивается, и потом вот так паутиночку плетете в разные стороны. Тогда точно, если вот черными было бы, ниточками шитое, то все у вас хорошо. Я за Валерию. Валерия, несмотря на то, что она здесь перекривлялась, выглядит очень несовременно. Также несовременно выглядит Вера. И вот эта вот вольная манера себя презентовать, и вот это декольте, и... Ну, все это немножечко смешно. Но ее оправдывает одно. Юный возраст, 22 года. Поживет еще несколько лет, я имею в виду Валерию. И у нее есть все шансы вот от этой пошлости, которая ужасная. Пошлость просто возведенная там в какую-то степень. Вот она от этого избавится и будет прекрасной женой, поверьте мне. Если мы рассмотрим натальные карты девушек, то выбрать имеет смысл Яну. Потому что вы не только интеллект и интеллигентность в женщине ищите, но еще и определенную легкость общения. Вот на мой взгляд, сегодня меньше всего искусственности, больше всего, ну, какой-то живости, естественности и мысли от себя, и вообще мысли просто, было в Яне. Поэтому я бы рекомендовала ее. Спасибо. А я бы рекомендовала вас слушать свое сердце, которое вас точно не обманет. Поэтому, пожалуйста, проходите. Выражайте симпатию нашим будущим героям. Отправляйте смс их номером по телефону 4151. Елена, 23 года, номер 2808. Педагог дополнительного образования. Увлекается конным спортом, ходит в театры, предупреждает, что она очень веселая и шумная. Хочет видеть рядом с собой жизнерадостного и доброго брюнета из хорошей семьи. Ольга, 26 лет, номер 2810. Казначей в строительной компании в Сочи. Коллекционирует фарфоровые куклы и ручной работы. Мечтает переехать в Санкт-Петербург. Познакомиться с мужчиной от 25 до 35 лет, с которым можно будет поговорить на любые темы. Мы не знаем, выйдет Алексей Один или с избранницей. Приглашаю всех выйти и поддержать его. У нас есть пара Алексея и Яна. Вместе с нами вас поздравляет певица Катя Лель. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Почему такие парни и девчонки не могут найти друг друга? Любое внимание с их стороны я расцениваю просто как подарок. Хотите вообще, в принципе, идти? Можно. Как можно? Хотите или можно? Для этого нужен космический корабль. Вот нас на заводе его делают. Слава Цубуна. Но у меня вот стрелец в раке. Но. Вам нельзя. Просто одной рукой нежное обнимание к себе так привлёк. Кого? Кого? Девочки, кого? Три, четыре.